Сочинение возвращается. В декабре выпускникам школ предстоит написать творческую работу по литературе. Без нее допуска государственной итоговой аттестации не будет. Чтобы подготовиться к важному экзамену, школьникам нужно выйти за рамки программы. Живой урок состоялся сегодня в столичной гимназии номер 4. Ибо почти все представители рода толстых, я имею ввиду помощскую линию, это были представители офицерского корпуса России. Они защищали отечество во всех войнах. Провел урок старший научный сотрудник музея Льва Толстого «Ясная поляна» Игорь Савинов. Потрясающий рассказчик он соединил в одну целую две истории – рода толстых и огромной страны – России. Они тесно взаимосвязаны. Эта лекция стала завершающей в школьном проекте «Литературная гостиная». Все, что ребята слышали в этих поездках от людей, которые являются специалистами в тех или иных областях, то, что они увидели собственными глазами, не может не помочь им в написании сочинения. Это кладезь материала, которым они смогут, как мне кажется, воспользоваться. Потому что на сегодняшний день мы уже прошли пушкинскими тропами, тропами Ахматовой. Итогом стала «Литературная гостиная», гостем которой стала Ксения Владимировна Меньшикова, старший научный сотрудник Литературно-мемориального музея Ахматовой в фонтанном доме города Санкт-Петербурга, руководитель детских программ музея. В апреле 2016 года мы прошли тропами Бунина, Тургенева и Толстого. Для школьников такие уроки – возможность узнать что-то новое, выйти из рамок школьной программы, получить знания от людей, которые являются непосредственными хранителями истории русской литературы. «Литература, она входит во все области жизни, и она нужна каждому, кто живет в России, он должен найти русскую историю, русскую литературу». «Это и необходимо, и полезно, и интересно». «Почему?» «Ну, потому что сейчас у меня в жизни такой период, когда я все больше и больше интересуюсь литературой, потому что я вам сказал о том, что у меня две дороги, и та дорога, которой я хотел попойти, это именно дорога литературы. То есть это для меня как источник вдохновения, как источник знаний, источник каких-то устремлений, планов и так далее. То есть все то самое интересное и самое вдохновляющее в моей жизни, что у меня сейчас есть, это, конечно, неразрывно связано с литературой». Новый федеральный государственный образовательный стандарт обязывает школьников заниматься внеурочной деятельностью, но делают они это с душой. Живые уроки вызывают огромный интерес. «Это ребятам необходимо, потому что такие живые уроки расширяют, закрепляют знания по школьным предметам, повышают интеллектуальный, культурный и духовный уровень ребят, воспитывают гражданскую позицию, патриотизм, развивают также и творческие способности. И все это они могут использовать на сочинениях, которые будут проходить 7 декабря». Насколько лекции в рамках учебно-просветительского проекта полезны для школьников, станет известно уже через несколько дней, когда им придется писать сочинения. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.